Что будет в новом разделе Островной сказки? Будет ли Пойерес июня вернуться на остров? Что июнь увидеть Пойерес на лице? Что будет между Уитыч и Эникао? Что будет среди Идил и Батыя? Все и многое другое теперь в этом видео. Если вы убеждаете Пойерес июня, чтобы вернуться на остров перед прохождением через наше видео, не забудьте поделиться своим видео. Хотя Пойерес кажется расстроен за июнь, это очень печально, и все вокруг него знают об этом. В конце концов, они будут разговляться принадлежит и убедить июня, так и пойти после. Мать, которая помогает идти к Пойерес, будет айтнонагруженной. Я думаю, что июнь может быть на новой работе, как айтенледи компании. Это будет очень удивлен, когда я увидел Пойерес в лицо, когда июнь никогда не ждет. Потому что все Пойерес не думает, что Пойерес придет в Стамбул. Он будет действовать, как будто мать Пойерес в неизвестно, что в июне там. Ее мать даст ему должность в компании и позволяет Стопе быть сейчас в Стамбуле. Но прежде чем Пойерес, Стамбул будет делиться с ним быть июня. Июнь на этот раз чуть более офф Пойерес. По этой причине, будет холодно-холодно против Пойерес и холодно. Один согласится с Уитидж отремонтировать магазин. В результате несчастного случая населенным делать бизнес вместе, они будут близки к Уитидж. В начале гнев, который восхищался внешний вид, обнаружил вождение Лаврового после того, как они встретились. Тем не менее он начинает стремиться в любви с Биязетом Айсарг и быть в любви с самими собой. Один получит на дорогу садбелевает, чтобы получить его, как он хочет, чтобы получить его на этот раз, чтобы получить его. Это будет очень зол на него, как я слышал, Идил Бату делать. И он принесет его отцу к нигиляционному мозгу попросить счет этого. Узнав, что Идил заинтересован в нем, он сожалеет о Бате. Тем не менее, работа уже перешла от работы. Айди будет относиться немного реакции после этого, но это не займет много времени, чтобы простить, потому что он влюблен в Бату. Если вы хотите вспомнить, что произошло в последней серии, давайте вместе рассмотрим это. Джун разозлилась на леди Айтин за то, что она обманула ее. Госпожа Айтин, с другой стороны, заявляет, что она доверила Пайраза только кому и что она любит Джун. Пока они разговаривают, Алие спешит в больницу. Затем он говорит, что с Пайразом все в порядке, но он не хочет никого видеть. Пока госпожа Айтин и госпожа Алие борются друг с другом за Пайраз, Джун находит свою комнату и понимает, что ее там нет. После этого на острове объявляется объявление, и всем жителям острова объявляется, что он сбежал из больницы, будучи раненым. Джун Латиф собирается с джентльменами, и они планируют искать Пайраз повсюду. В конце концов, по всему острову объявлена мобилизация, и он разыскивается как полицией, так и населением острова. Фотографии Пайраза развешаны на всех улицах острова, и когда Джун видит это, она очень расстраивается из-за Пайраза и чудес. С другой стороны, выясняется, кто машина, сбившая Пайраза. Пока Батэй лежит на пляже, Идиль подходит к нему и спрашивает, почему он не позвонил Пайразу. Джун говорит Геркему и Берысику, что ей снится состояние Пайраза после аварии и что она очень боится за него. Геркем злится на ее пессимистическое мышление, и когда она хочет решить, куда не смотреть, Джун замирает. Он мечтает о днях, которые он провел наедине с Пайразом. Альпер и Мелиса пришли искать Пайраза в школе. Когда Альпер хочет взять Мелису за руку, Мелиса внезапно убирает руку и боится быть увиденной. Альпер, с другой стороны, говорит, что они могут появиться и снова берет Мелису за руку. Джун Геркем и Берицик бродили по лесу в поисках Пайраза. Берицик и Геркем оба устали, им трудно гулять по лесу, поэтому они остаются позади. Июнь продолжает поиски полным ходом. И наконец он находит Пайраза и просит его дать отчет. Однако Пайраз говорит Джун, что с ней все в порядке, что она хочет побыть одна и думает сама. Как раз вовремя, Джун замечает, что рука Пайраза кровоточит и хочет посмотреть на нее, но Пайраз не позволяет этого. Затем он звонит Джун Берицик и сообщает ему, что нашел Пайраз. Латиф Бей приводит Алие в полицейский участок и говорит им, что авария, в которую попал Пайраз, на самом деле не была несчастным случаем. Когда они спрашивают Алие, является ли она врагом Пайраза, когда Алие называет имена Джун Зинеб и Айтен, Латиф прерывает ее и заявляет, что эти имена не те, кто причинит ей вред. Позже они задаются вопросом, не Баты ли это, но его тоже приглашают на ночь. В конце концов, они подозревают Дойгона и думают, что он может сделать такое. Джун не хочет оставлять Пайраз одну, даже несмотря на то, что Пайраз предупреждает ее, чтобы она ушла. Он очень напуган, но он упрям, и Пайраз не пойдет, как только послушает, что вы говорите, чтобы уйти. Бату и Идил продолжают искать улицу Пайраз. Он спрашивает, очень ли Бату Идил обижен своими последними словами и стыдится ли он все еще себя. Наконец он хочет послушать, как он влюбился в Пайраза, и когда Бату поражает все, что он рассказывает, Идил очень расстраивается. Когда Латиф Бей видит Идила и Бату, идущих в одиночестве по улице, он идет к Бату. Но Идил вмешивается и говорит, что ценит Бату, и просит отца не вмешиваться. В то время магазин Беричика был затоплен, на острове заметили нового человека, Горким Беричик сбил его с толку, сказав, что он только для него. Когда Мелиса говорит Альперу, что она не может любить так, как раньше, Альпер спрашивает, чего она хочет, и говорит, что она не Мелиса, и что она не может забыть, что произошло. После того, что услышал Альпер, он берет голову и уходит. Джун проходит испытание лесом, и когда Пайрас не хочет помогать Джун, она оказывается очень беспомощной. Наконец, когда он был голоден и хотел позаботиться о себе, он подумал, что кабель, который он увидел на земле, был змеей и хотел убежать, но обнаружил Пайраза позади себя. Джун терпеть не может и говорит, что вы оба убегаете и ждете, пока я найду его, что вы хотите сделать, далеко или близко вы от меня. Пайраз, с другой стороны, стоит у огня, совершенно не реагируя. Джун не может получить ответы на свои вопросы и снова замолкает. Пока Зенеб говорит об Идиле Бату, Идил злится на Зенеб Ханем. Она пытается помочь Идил и направить свою жизнь. Он поручает Идила своей сестре Сильме и говорит Идилу, что любит ее. Пайраз нарушает ее молчание и начинает говорить с Джун. Джун пытается убедить Пайраз, что она должна дать матери шанс и послушать. Альпер и Мелиса приходят к Пайразу. Когда Пайраз удивляется их прибытию, Альпер очень расстраивается и спрашивает нас, не хочет ли он этого, Пайраз говорит, что это не так и берет вещи в руки. Сильма запланировала ужин, чтобы собрать Идил и Бату в своем доме. Пока Мелиса и Джун собирают вещи, Альпер одевает Пайраз. По дороге в Альперу он говорит, что Джун очень устала и бессонница, и ей нужно подумать, потому что сейчас все идет не так. Когда Джун пытается уехать, чтобы удовлетворить свои потребности, когда Пайраз говорит ей, куда она идет и не заходить слишком далеко, Джун говорит, что это не ваше дело и ругает ее. Пока Сильма приятно ужинает с дамами, Нихир очень потрясен окружающей обстановкой. Они начинают показывать немые фильмы с идеей мозга Фатиха. Мелиса волнуется, когда Июнь не приходит и не уходит, Июнь потеряла возможность вернуться. Пытаясь найти дорогу, они слышат выстрелы, и Пайраз немедленно идет в лес искать Джун. В поисках Джун они понимают, что стрелки, молодые люди из Ады, говорят, что охота запрещена, и ругают их. В это время Джун выходит из кустов и приезжает в Пайраз, и они вместе идут в лагерь. Пока Леди Зинеп и Латифей ужинали, они поспорили по этой причине, когда Зинеп сказала, что реакция Латифа на Идиль была неправильной. Тем временем Идиль весело проводит время с Бату и Сильмой Удам. Пока Идиль играет в шарады, Баты сознательно прыгает к Бату на колени и обнимает ее. Мелиса и Альпер не могут убедить Пайраза, а Пайраз и Джун упорствуют в том, чтобы остаться в лагере. Когда Пайраз говорит Джун, что я никогда не хотел тебя расстраивать, она отвечает, что я никогда не расстраивалась так в июне. Они поссорились на обратном пути, когда Мелиса Альпер сказала Мелисе, если хочешь расстаться, скажи мне, Мелиса тоже говорит, хорошо, я ей скажу, и быстро продолжает идти. Когда Пайраза открывается Джун и говорит, что я никогда не был так отчаянна, она отвечает, что я хотела бы стать лекарством для вас в июне. Пока Сильма отправляет Фатих Бея, Нихира отправляет свою мать внутрь, чтобы поговорить с ней. Позже, рассказав Фатих Бею обо всех своих антипатиях, он без лишних слов просит его жениться на его матери, которая является очень хорошим человеком. Бату заснул в саду, и леди Сильма дает ему чем-то прикрыться и оставляет его наедине с Идилом. В то время как Идил хочет укрыть ее и положить ей под голову подушку, Бату хочет уснуть, обнимая Идил, прижимая ее к себе на колени. Когда Пайраз не мог видеть Джун и хотел помешать ей пойти за ним, Джун отругала его, потому что он хотел, чтобы я ушел с утра. В то время как Пайраз не хочет покидать его и пытается убедить его вернуться, Джун в гневе падает. Пайраз возвращает его в лагерь, хотя и насильно, и надевает ему на руку повязку. Когда он упрекает Пайраза в том, что он жалок после того, как каждый раз преследовал его, Пайраз извиняется перед ним. Джун говорит, что не извиняйтесь передо мной, и входит в палатку, а Пайраз идет в палатку вслед за ней. Когда он снова извиняется, Джун говорит ему, что ему холодно, Пайраз говорит ему немедленно ложится спать и прикрывается. Когда Батый просыпается утром, он счастлив, когда понимает, что он и Идиль связаны. Он встает, готовит хороший стол для завтрака и говорит, что когда они сидят за столом, Идил болтал всю ночь и ругался на него. Раздается звонок в дверь, первая приходит Зинеб, потом приходит полиция и хотят отвезти ее в полицейский участок. Джун и Пайраз просыпаются утром, обнимая друг друга. После сообщения Алии они подумали, что с Зорбой что-то случилось, и побежали к Фатихбею. Господин Фатих везет Зорбу в хирургию, а госпожа Алии объясняет, что она исчезла после Пайраза и позже была найдена в стороне. В то время, когда миссис Айтин хотела купить что-нибудь поесть для Пайраза и Джун, Пайраз огрызнулся и выгнал ее. Когда миссис Айтин соглашается, сынок, и уходит, Джун говорит, что хочет пойти за ней и услышать правду от мисс Айтин. Идиль идет за Батеем и спорит с отцом за него. Господин Латив говорит, что не имеет к себе никакого отношения, что в аварии Пайраза был умысел и что его показания были взяты из-за этого. Пока Идиль идет с Батеем, сердится на своего отца и кричит, Батеем предупреждает ее не доверять ему, целует Идил и уходит оттуда. Благодаря прямой трансляции Горким популярность и известность Садыка были сильно подорваны. Оказывается, Бериджик, которого он знает по имени Садик Биязит, это человек, которого он видит на улице и который ему нравится. Позже они встречаются благодаря Садыку, и когда Биязит приходит в магазин и говорит, что его состояние очень плохое, Бериджик находит его очень высокомерным и увольняет. Альпер берет Мелису и приносит ее в школу и говорит, что есть вещи, которые он хочет ей показать, мы не можем вернуться в прошлое. Мелиса извиняется и обнимает Альпера за шею. Она украшает школьный коридор и делает ей предложение. Мелисе очень нравится этот жест Альпера, они принимают ее предложение и целуются. Пайраз очень рад, что Зарба здоров, и говорит, что с этого момента они будут вместе. Позже, когда Джун идет в дом, ей пришлось уйти и говорит, что там опасно, Джун заявляет, что ей есть что взять. Когда он спрашивает Пайраза, готов ли он говорить, Пайраз соглашается. Айтин говорит ей, что она пошла защищать себя после того, как сказала, что очень сожалеет, что не послушает ее до сегодняшнего дня. Он говорит, что пожертвовал собой, чтобы защитить Пайраза, и что он настоящий отец бывшего любовника своей матери. Как рассказывает Джун, Пайраз не может сдержать слез и в этот момент узнает, что ее мать сделала для нее. Позже он хотел перейти на сторону матери, но Алие не захотела приближать его к Пайразу и уволила ее. После этого случая Алие Ханым заболела грустью и впала в кому. Когда Пайраз говорит, что я не могу ему поверить, он мог бы сказать ему все это время, Джун говорит, что я верила в это, все остальное зависит от вас и идет в свой дом. Пайраз сталкивается со своей матерью Айтин Ханым. Мать и сын очень расстроены, потому что живут отдельно друг от друга, и Айтин во многом винить себя. Пайраз не позволяет ей больше винить себя и утешает ее не плакать. Пайраз больше не может этого выносить и обнимает даму Айтин, говоря, моя мама. Идил спрашивает, сделал ли Батыя ожерелье, которое она нашла в своей сумке, и целует ее в губы. Когда поцелуй приближается, он замечает синяк на груди Батыя и просит его отчитаться. Пока Пайраз идет домой со своей матерью, Айтин говорит, я в долгу перед Джун, что мы так сблизились с тобой, не сердись на нее. Когда Пайраз хочет приехать к июню позже, она узнает из письма, что июнь больше нет. В этот раз июнь собирается серьезно. Мы подошли к концу нашего видео. Вы также можете поделиться нашим видео со своими друзьями, чтобы они могли следить за тем, что происходило в сериале Айлент Тейл. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.